Труд в праздник ради праздника. Обычный рабочий день прошел 8 марта на трех строительных площадках. На улице юбилейной деревни Бедвежья Озера, в поселке Новый Городок и в первом советском переулке города Щелково. Здесь строятся детские сады, в которые после открытия смогут пойти порядка 500 детей. Большое подспорье для их родителей, особенно мам. Рабочее утро праздничного дня со строителями разделил руководитель администрации Щелковского района Алексей Валов, проверив, как продвигаются работы. Этот день необычный для строителей только в том, что они должны работать еще больше. И производственные показатели на сегодняшний день должны быть более высоки. В честь Международного Женоского Дня. В принципе, мы это увидели, что все работают слаженно, поставлены повышенные задания, так понимаю, и отрабатываются без лени, с довольно-таки высокой производительной ответственностью. Еще недавно детсад в первом советском переулке был под особенно пристальным контролем администрации. Дела шли с отставанием. Сейчас же здесь закрывают второй слой кровли. По инженерным коммуникациям выполнено 95%. Поставлена вентиляция, проведена горячая и холодная вода, подключено отопление. Сейчас небольшая задержка в отделке у нас происходит. Я думаю, нагоним мы людей побольше. Вызвал одобрение проверяющих и детсад на улице Юбилейной в Медвежьих Озерах. На третьем этаже завершаются отделочные работы. Уже клеят линолеум. На втором этаже у нас задействованы пока только две группы. Но с завтрашнего дня у нас будет усиление дополнительного народа. Приезжают отделочки дополнительно. Будем их ставить на первый этаж. Посмотрев, как идут дела в новом городке, Алексей Валов также оценил прогресс работ положительно. И объяснил, почему мужчины именно 8 марта работают особенно хорошо. Мне хочется, чтобы женщины надеялись на нас, на мужчин. Что мы сделаем все возможное, чтобы без нервов можно было отправить ребеночка в садик. Отвезти сыночка, дочку в школу. Чтобы они шли по красивым тротуарам. Видели вокруг себя комфортную среду. Вот ради этого мы, мужики, должны все жить и работать. Андрей Циханович, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».